За расчетом как на праздник. 8 месяцев без зарплаты, 5 на простое. И вот, наконец, рабочих картонной фабрики пригласили увольняться. Журналистам вход воспрещен. Ну, сказали нельзя. Я в школе. Я человек маленький. Мне сказали нельзя, значит, нельзя. Увольнение под контролем частных охранников. Группа быстрого реагирования готова поговорить со всеми разочарованными. Ведь рассчитывают здесь без выходного пособия. Расчет получили? Ну, только трудовую. А деньги? Деньги сказали потом. Слово «потом» преследует работников лидер ресурса полгода. Ходили и по судам, и в прокуратуру. Последнего директора подвели под две уголовные статьи. За невыплату зарплаты и злостное уклонение от исполнения решения суда. Расследование указанных уголовных дел находится под моим личным контролем. Раз в неделю мне докладывает следователь, назнаватель о том, что сделано по этим делам. Дела есть, денег нет. Ольга Пропастина полгода обходит официальные структуры в попытке получить элементы. 50 тысяч рублей удержали из зарплаты бывшего мужа. До женщины деньги не дошли. Приставы разводят руками. Был завод. Теперь завода нет. Взыскивать нескольких. Соответственно, денежки мои пропали. Ушли в пользу государства. Первые лица государства и области открывали картонную фабрику шесть лет назад. Месяц назад ее признали банкротом. Сегодня сотню рабочих выставили на улицу. И ни одно официальное лицо посмотреть на это не захотело. Королеву ему теперь некогда. У него предвыборная компания. Зачем ему нужно это предприятие? Тем более люди. Люди, которые работали в лидер ресурсе, теперь забота временного управляющего. Дмитрий Сердюков должен распродать то, что осталось, картонной фабрике и расплатиться с рабочими. Имущества хватает для того, чтобы погасить полностью заработную плату по всем сотрудникам данного предприятия. Когда? Процедура длится шесть месяцев в порядке конкурсного производства. Но будем изыскивать сейчас методы решения данных вопросов в этом году. Однако по информации судебных приставов имущества у предприятия нет. Станки в лизинге, здания в аренде. А потому рабочие рады, что им вернули хотя бы трудовые книжки. Теперь они смогут получить пособие по безработице. Майя Евглевская, Олег Писарев, ТВК, Новости.